МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угрожают остановить наступление Асада недипломатическими средствами. Россия продолжит отправлять на родину в военных мешках для тел. И они будут продолжать терять ресурсы, даже, возможно, больше самолетов. На экранах только мультики. В Казахстане хотят запретить вредные иностранные фильмы, герои которых используют нецензурную лексику. Но закона, четко указывающего, какие слова считать бранными, в республике пока нет. У нас нет ни словаря, ни перечня. Это будет создавать барьеры и трудности. Полуподпольные бои без правил для мигрантов в самом центре Москвы. Все участники, спонсоры и зрители, которые делают ставки, выходцы из Центральной Азии. Занимаюсь малярными работами, ремонтом, обои клеем. Планов на будущее много. Хочу попасть на UFC. Погромы в центре Тбилиси. Нацистские приветствия и драки с полицией. Грузинские ультраправы отметили 23-ю годовщину падения Сухуми, после которого Грузия лишилась мятежной Абхазии. Люди выбегали из кафе на улицу, были напуганы. Участники шествия почти в каждое заведение турецкой или арабской кухни забрасывали фаеры. В Израиле хоронят великого миротворца, бывшего президента страны Шимона Переса. Слезы на глазах и беспрецедентные меры безопасности на похороны съехались мировые лидеры. Мы пришли, чтобы выразить свое почтение замечательному человеку, который, как мы думали, будет жить вечно. Политический кризис между Америкой и Россией из-за событий в сирийском Алеппо достиг критической точки. Государственный департамент США в ультимативной форме требует от российского руководства прекратить совместный с армией Асада штурм восточного Алеппо. Представители Госдепа используют в своих заявлениях формулировки, которые все меньше и меньше напоминают дипломатию. Последствия таковы, что гражданская война в Сирии будет продолжаться, а экстремисты и группы экстремистов будут продолжать пользоваться вакуумом, который существует в Сирии, чтобы расширить свои операции, которые будут включать в себя без сомнения атаки против российских интересов. Возможно, даже против российских городов. А Россия продолжит отправлять на родину военных в мешках для тел. И они будут продолжать терять ресурсы, даже, возможно, больше самолетов. Помимо предположений о возможных терактах в российских городах и о предстоящих больших потерях российского контингента в Сирии, представители Государственного департамента заявляют, что если штурм Алеппо не прекратится в ближайшие дни, Соединенные Штаты не исключают использование недипломатических методов. Западные эксперты уже заявили, что, возможно, речь идет о поставках новейших вооружений, сражающимся в Алеппо против Асада повстанцам. Не исключено, что это могут быть переносные зенитные ракетные комплексы. Также не исключается участие американского спецназа на стороне повстанческих групп. Реакция Москвы не менее резкая. Российские дипломаты и военные заявляют, что США де-факто решили выступить на стороне повстанческих группировок, которые и в России, и в самой Америке считаются террористическими. Речь идет об аффилированной с Аль-Каидой Джабхат Ан-Нусре, против которой, по мнению России, и сражается ее авиация. Также представители российского генштаба утверждают, что к атаке на гуманитарный конвой ООН, в которой международное сообщество обвинило российскую боевую авиацию, причастны именно боевики Ан-Нусре. При этом российское военное командование заявляет, что готово продолжить переговоры со своими американскими коллегами из Пентагона. Нами получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Уру-Эль-Кубра отрядов террористов, тесно связанных с Джабхат Ан-Нусрой. Минобороны и Министерство иностранных дел России по поручению президента Российской Федерации готовы к дальнейшему продолжению совместной работы с нашими американскими партнерами по сирийской проблематике. В российских СМИ в связи с последними обвинениями со стороны США в совершении военных преступлений в Алеппо напоминают, что совсем недавно во время освобождения иракского города Эль-Фалуджа от боевиков ИГИЛ американская авиация и артиллерия Ирака наносили непрерывные удары по этому городу, невзирая на то, что там находилось почти 90 тысяч человек гражданского населения. Также антитеррористической коалиции припоминают недавние авиаудары по сирийским беженцам в городе Ман-Бич, в ходе которых погибло более 200 человек. Это примерно столько же, сколько предъявляют международные организации военно-космическим силам России в качестве военных. В самом восточном Алеппо ни на час не прекращаются ожесточенные уличные бои. Отряды подразделений армии Асада и их союзники из ливанского движения Хизбалла при поддержке российских самолетов уже взяли под свой контроль почти четверть восточного Алеппо. Между тем, под бомбами в Алеппо, по информации правозащитников, только за последние несколько дней погибли уже более 500 гражданских лиц. Часть тех, кто оказался под завалами, удается спасти местным спасательным службам из движения «Белые каски». Это самые новые кадры агентства «Рейтер» из восточного Алеппо. Спасатели откапывают из-под завалов маленькую девочку, которая, возможно, еще жива. Как утверждают «Белые каски», вся семья этой девочки погибла в результате попадания мощной авиабомбы в их дом. Вы видите, что усилия спасателей не прошли даром. Девочка действительно оказалась живой, и ее пытаются доставить в ближайшую больницу. Во время последнего самого мощного авианалета на восточный Алеппо самолеты российских ВВС преднамеренно уничтожили три из четырех офисов «Белых касок». Также повторные удары наносились по местам бомбежек, куда приезжали спасатели для поиска выживших людей. В результате гражданская служба спасения восточного Алеппо лишилась почти половины своих волонтеров и всей спецтехники. Эти действия представитель США в ООН назвала варварскими. То, что Россия поддерживает и делает, это не борьба с терроризмом, это варварство. Россия и режим Асада нанесли удар не по одной, не по двум, а по трём из четырёх баз, используемых добровольцами из белых касок в восточной части Алеппо. Белые каски первые, кто отважно спешит на место бомбардировок, чтобы доставать из-под обломков выживших. На днях сирийская волонтёрская служба «Белые каски» получила так называемую альтернативную Нобелевскую премию, как было сказано, за трёхлетнюю работу по спасению людей под бомбёжками и артобстрелами. Они появляются после того, как упали бомбы, и вытаскивают людей из-под завалов, из-под обломков их собственных домов, в которые только что попали снаряды. Они идут на огромный риск, поскольку часто самолёты возвращаются и наносят ещё один удар по тем же зданиям. В свою очередь, Россия и правительство Асада считают, что движение «Белые каски», которое в основном действует на территориях, подконтрольных радикальным исламистам, напрямую связано с группировкой Джабхата Нусра. По мнению россиян, задача этих спасателей состоит не в том, чтобы вытаскивать людей из-под завалов, а в том, чтобы фальсифицировать реальную картину, представляя жертвами бомбёжек не боевиков, а женщин и детей. Также, по мнению российской стороны, радикальные боевики специально размещают свою артиллерию и танки рядом с больницами и школами. Более 200 тысяч жителей Алеппо стали заложниками террористической группировки Джабхата Нусра и привкнувшими к ней другими группировками. Эта группировка пытается использовать женщин и детей в качестве живого щита. Особенность ведения огня Джабхата Нусрой – оборудование огневых позиций в районах социально значимой инфраструктуры. Водонасосные станции, электроподстанции, больницы, школы, мечети. Зарабатывать на боях без правил в Москве пытаются мигранты из Центральной Азии. И хотя время нелегальных файт-клубов, казалось бы, прошло, популярность опасного развлечения среди гастарбайтеров всё ещё очень высока. Высокие денежные ставки. С теми, кто после ринга идёт отрабатывать смену настройки, встретилась Джебек Бегалиева. О подпольных файт-клубах мигрантов в Москве когда-то ходили легенды. Теперь рассказывают спортсмены из Средней Азии, нелегальные ринги в прошлом. Но на московских вокзалах среди публики очень специфично и всегда можно найти того, кто любит похвастать поединками в якобы закрытых бойцовских клубах. Что у тебя за травма? Кого ты ударил? Боевая травма. Ну, там была драка. Честно сказать, за деньги дрался. Бакыта из пригорода Бишкека на поверку оказался бывшим карманщиком. Уже третий день подряд на Ярославском вокзале, отмечающем свой день рождения. Я сам мастер спорта по вольной борьбе. Научился драться, это уже после Суворовского училища. Здесь, например, меня никто не может обидеть. Например, если кто-нибудь русский, нерусский, какой-нибудь таджик, может, чеченец, может быть, если рыпнется, то я себе обиду не дам. Найти настоящий файт-клуб выходцев из Центральной Азии оказалось несложно. Для большинства трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана бои без правил – единственное развлечение. Честно, я сам занимаюсь боксом, а сейчас я не занимаюсь, здорово, что-то у меня проблемы. Поэтому я хожу сюда, я люблю очень бойцы, кто там живет. Хуржеты из Таджикистана ходят сюда каждые выходные. Поболеть за своих и просто развеяться на бои без правил приходят и девушки. Ну а для тех, кто участвует в поединках, это неплохой способ заработать. Среди участников есть даже серьезные профессиональные бойцы. Я чемпион Евразии, чемпион Азии. Семь лет мастер спорта. 16 сентября я участвовал в бою за звание чемпиона России с Русланом Бекменовым. Он ходит в десятку лучших бойцов Европы. Но бой я не выиграл, потому что Бекменов должен был там выиграть. Мы просто слишком далеко от дома. Пояс по очкам взял он. Зато здесь, в собственном зале, на окраине Москвы, они все на равных. Вот, например, спортсмен из Кыргызстана дерется с соперниками из Таджикистана. Победевший в сфатке Нур-Султан из Кыргызстана после поединка пойдет отрабатывать смену маляра и мечтать о чемпионских титулах. Занимаюсь малярными работами, ремонтом, обои клеем. Планов на будущее много. Хочу попасть на UFC. Это самый большой турнир по боям без правил. О том, чем занимается ее сын в свободное время, мама Нур-Султана почти ничего не знает. Но все свои победы Нур-Султан заочно посвящает ей. Она боится. Говорит, чтобы я был осторожен. Я ведь ее единственный сын. Иногда ухожу на бои, не сказав ей. Говорю, что иду на тренировки. Она видела пару раз мои бои, но мне там почти не досталось ударов. Думаю, она потихоньку привыкнет. Из деревенского паренька в успешного бойца ММА Нур-Султан превратился всего за пару лет. Уезжать обратно в село юноша пока не хочет. Все свои карьерные планы атлет связывает с Москвой. Дома, по его словам, таких условий для спортсменов нет. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Москва. Казахстанские депутаты решили запретить прокат вредоносных иностранных фильмов, в которых используется нецензурная лексика. Однако во время обсуждения этой инициативы выяснилось, что в стране не существует ни закона, ни специальных словарей, ни даже определения самих бранных слов. Также для законодателей стало откровением, что почти все попытки переводить зарубежные фильмы на казахский язык провалились. Айнур Коскина с подробностями. Пять лет назад впервые персонажи диснеевских мультфильмов заговорили на казахском языке. Трудности перевода обошлись кинопрокатчику в 100 тысяч долларов. Ровно столько же составил кассовый сбор с показа. Теперь компания дублирует всего по четыре фильма в год и называет это чисто имиджевым проектом. Мы даже не дублируем, мы создаем фильмы на казахском языке. Мы это делаем со студией Sony Pictures с компанией Disney и нас поддерживает КБ Балашак. Безусловно, проекты получаются уникальные, но они требуют достаточно много времени, сил и денег. Парламентарии Казахстана еще четыре года назад приняли норму, обязывающую дублировать все фильмы, завозимые в Казахстан. Но на самом деле закон не действует, и теперь чиновники предлагают субтитры как альтернативу. Есть несколько пунктов, которые препятствуют для выполнения этой нормы закона. Это прежде всего авторские права, не только кинопроизводители, так и видеопроизводители. Второе, у нас это достаточно затратная норма, если просчитывать это на миллионы, миллионы, миллиарды тенге. Депутаты разделились на два лагеря. Одни предлагают обязать переводить все иностранные фильмы, другие считают, что не все новинки мировой киноиндустрии пригодны для просмотра. Я против того, чтобы убрать слово «все». Потому что когда закон примут, если не будет слова «все», они переведут пару фильмов. Откуда они найдут деньги, это их вопрос, потому что у нас государственный язык казахский. Все фильмы переводить на казахский язык не надо. Есть фильмы, которые вообще казахам не нужны и даже вредны. Режиссер культового казахстанского фильма «Игла» Рашид Нубманов предложил не изобретать колеса и обратиться к мировому опыту. Во Франции фильмы предлагаются как дублированные на французский язык, так и на языке оригинала с субтитрами. Субтитры – это самое дешевое, очень дешевое средство. Депутаты Нижней палаты парламента вносят 13 поправок в действующий закон о культуре. Среди прочих норм законодатели предлагают запретить прокату фильмы с ненормативной лексикой. Просим оставить на доработку, потому что у нас в стране нет перечня или словаря ненормативной лексики. В России есть 4 словаря. Мы исследовали этот вопрос. У нас нет ни словаря, ни перечня. Это будет создавать барьеры и трудности. Пока депутаты отправили поправки на доработку, они также должны определить, какие слова и выражения относятся к ненормативной лексике, а какие нет. Айнур Коскин, организатор «Спанов» – «Настоящее время». Далее в программе. Погромы в центре Тбилиси. Нацистские приветствия и драки с полицией. Грузинские ультраправы отметили 23-ю годовщину падения Сукуми, после которого Грузия лишилась мятежной Абхазии. Люди выбегали из кафе на улицу, были напуганы. Участники шествия почти в каждое заведение турецкой или арабской кухни забрасывали фаеры. В Израиле хоронят великого миротворца, бывшего президента страны Шимона Переса. Слезы на глазах и беспрецедентные меры безопасности на похороны съехались мировые люди. Мы пришли, чтобы выразить свое почтение замечательному человеку, который, как мы думали, будет жить вечно. Разгромленные кафе и рестораны, массовые драки с полицией, десятки задержанных. Таков итог ночного шествия ультраправых грузинских националистов по центру Тбилиси. Активисты радикального движения «Грузинская сила» отметили 23-ю годовщину падения Сухоми. 27 сентября 1993 года грузинские отряды покинули город. Это стало переломным моментом в конфликте того времени. Через три дня абхазские и северокавказские формирования установили контроль практически над всей территорией Абхазской автономной республики. Нынешнее шествие далеко не первая акция, организованная грузинскими ультраправыми. Подробнее Звиадан Чедлишвили. Это любительское видео снято минувшей ночью на проспекте Давида Строителя в центре Тбилиси. Место, где сосредоточено большое число турецких, арабских, иранских ресторанов, магазинов и офисов. Место, где любят проводить свои акции грузинские националисты. На этот раз шествие ультраправых было приурочено к 23-й годовщине падения Сухуми. 27 сентября 1993 года грузинская сторона полностью лишилась контроля над городом. Но вину за это грузинские националисты, видимо, возлагают на владельцев турецких и арабских кафе и ресторанов. Именно эти объекты подверглись нападению. Люди выбегали из кафе на улицу, были напуганы. Участники шествия почти в каждое заведение турецкой или арабской кухни забрасывали фаеры. Я от полиции уже узнала, что они якобы оскорбляли владельцев ресторанов, но сама такого не слышала. Застала уже момент задержания. Сами хозяева объектов питания утверждают, что участники шествия также опрокидывали и ломали баннеры, портили вывески и били стекла. Под раздачу попало даже одно из чеченских кафе. Как выяснилось, нападавшие приняли его за ближневосточное. Я в чем-то провинился перед вами. Говорите, что это мирная акция. И при этом портили баннеры и били стекла. Какая же она мирная? Задержаны 11 участников акции. Все они члены националистической организации «Грузинская сила». За групповое хулиганство по предварительному сговору им грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет. Мы ничего противозаконного не совершали. Видимо, ребят задержали из-за того, что наши националистические идеи вызвали беспокойство среди арабов и турок. Это далеко не первая акция, организованная грузинскими националистами. Однако до этого участники подобных шествий, как правило, ограничивались лишь скандированием лозунгов. Хотя необходилось и без рукоприкладства. Наиболее нашумевший случай произошел в мае этого года. Члены одной из националистических группировок ворвались в вегетарианское кафе «Киви» в Тбилиси, где обычно собираются те, кого принято называть неформалами. Все закончилось массовой дракой между посетителями кафе и нападавшими. Светом Чудлишвили Тбилиси Грузия специально для настоящего времени. В Израиле прощаются с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом. Для участия в похоронах в Иерусалим прибыли более 80 президентов, премьер-министров, членов королевских семей и других высокопоставленных политиков. Церемония прощания с ним началась накануне. Гроб с телом Шимона Переса вынесли на площадь перед зданием Кнессета. Одними из первых проститься с Пересом пришли нынешний глава государства Реувен Ривлин, премьер-министр Бенемин Нетаньяху, экс-президент США Билл Клинтон. Пресс-секретарь Шимона Переса Айлет Фриш, работавшая с ним долгие годы, не скрывала слез. После того, как официальные лица ушли, к гробу потянулась длинная вереница израильтя. Мы пришли, чтобы выразить свое почтение замечательному человеку, который, как мы думали, будет жить вечно. Мы поддерживали его взгляды. Это был человек с мечтой принести мир на Ближний Восток. К сожалению, мы еще не достигли этого. Но мы до сих пор поддерживаем его цели. Проститься с Шимоном Пересом пришли тысячи израильтян. Более семи тысяч полицейских обеспечивали безопасность траурных мероприятий. Все дороги вокруг израильского парламента были перекрыты. Похороны Шимона Переса прошли в полдень в пятницу на мемориальном кладбище на горе Герцле в Иерусалиме. Несколько сотен жителей Алма-Аты пришли поддержать участников проекта «Аутизм победим». В южно-казахстанской столице состоялись первые официальные республиканские инклюзивные игры. Они объединили детей с особенностями в развитии и обычных детей. Инклюзивные игры – это один из способов социализировать кризисных детей и доказать, что аутизм действительно победим. Рассказывает Дмитрий Беляков. И четыре! Надувайся, пузырь! Надувайся, большой! Бабурхану 15 лет. Он ученик 10 класса. Улыбчивый, активный подросток, такой же, как и многие его сверстники. Однако у Бабурхана очень серьезная и ответственная должность. Он ассистент тренера проекта «Аутизм победим». Два раза в неделю он приходит на занятия инклюзивным спортом и на два часа становится наставником для группы, часть из которой – кризисные дети с аутистическими расстройствами. На первое место Бабурхан ставит дисциплину в команде и действительно гордится успехами своих подопечных. Первый день делать не получается у него, второй день делать не получается. Но когда в третий день он смотрит и внимание свое обращает именно на эту цель, мне это радуется. В душе какое-то чувство такое. Сотни алматинцев с семьями пришли поддержать участников проекта «Аутизм победим». Это первые официальные открытые игры в республике. Для маленьких зрителей была подготовлена шоу-программа с выступлением гимнастов, музыкантов, демонстрацией навыков рукопашного боя и настоящими каскадерскими трюками. Но атмосферу на стадионе создавали, конечно же, сами участники проекта. Юрий Куликов – отец кризисного ребенка. Для того, чтобы принимать участие в проекте, ему пришлось перевести семью в Алма-Ату, бросить работу и обрести новую профессию – тренера. Ну это сама атмосфера. Такой атмосферы, потому что нигде нету. Один на один с ребенком – это борьба бесполезна. А здесь атмосфера именно. Если атмосфера есть, это все дает наоборот. Ребенок раскрывается, родители раскрываются. Ну вообще полностью родители раскрываются. Инклюзивный спорт появился в Казахстане около полугода назад. В социальных сетях было опубликовано сообщение о наборе в группы для совместных занятий с кризисными детьми. Многие алматинские семьи с радостью присоединились к проекту. Спортивные упражнения, разработанные психологами, рассчитаны на то, чтобы дети нашли контакт друг с другом. Смысл не только в том, чтобы помочь кризисным детям активнее развиваться, но и в том, чтобы научить здоровых детей помогать своим сверстникам с особенностями. Получился удивительный результат, потому что здоровые дети начали прокачиваться с физиологической точки зрения, с психологической точки зрения. У них появилась миссия, у них появилось дело, у них появилась возможность. Вот два раза в неделю они приходят и выполняют очень важную взрослую задачу на самом деле. Они чувствуют себя важными, нужными, и они на самом деле, получается, нашли свою роль в обществе. В этом году свое место в обществе обретут еще 11 маленьких участников проекта «Аутизм победим». Психологи готовят своих подопечных к снятию с аутистического учета и полноценному участию во всех жизненных сферах. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!